Желтые новости это, так сказать, вообще гигантская проблема. В чем проблема как бы желтизны, да, когда там говорят, что там Ксюша Сапчак родила, да, и это становится новостью там первой в топ Яндексе. Значит, это когда новости придается некое большее значение, чем она на самом деле стоит. Когда новость, по сути дела, касается одного человека, там двух или там семьи, да, или десяти, там в конце концов ста человек там знакомых, но не касается миллионов людей, а продается она миллионам. То есть новости придается некая искусственная ценность. Это вещь очень вредная, потому что, ну, вообще это мошенничество, манипуляция, да, когда я, скажем так, плохую машину продаю, которая там вся битая с каким-то там пробегом и так далее, а я подкручиваю пробегом и делаю, что она новая, что она хорошая и так далее, да, и вам ее отдаю, вот понятно, что я вас обманываю. Вот в желтизне есть вот этот самый обман, но могут спросить, а что здесь-то никто денег не просит? На самом деле мы платим за чтение желтых новостей несколькими вещами. Но в первую очередь мы платим своим временем, на которое мы отвлекаемся. То есть мы собственной душой, кусками собственной жизни платим за эту вещь. Кроме того, желтая новость, она специализируется на том, что она возбуждает определенные наши там рецепторы в мозгу, да, выбрасывает там какой-то адреналин или там, наоборот, там какие-то другие гормоны, да, которые связаны с нашим познанием, с нашим любопытством. Но когда часто стимулируется эта зона, то эти рецепторы, да, которые должны это все принимать, они выгорают. То есть, условно говоря, желтизна, когда ты ее требуешь, она потом требует все больше и больше желтизны. И как наркоман человек требует удовлетворять свое любопытство все больше и больше. То есть таким образом ты платишь еще и какой-то определенной такой деградации. Ты подсаживаешься как на наркотик на абсолютно чепуховую, ненужную тебе информацию. Это большая экстенциальная проблема и решается она условным воспитанием. Точно так же, как человек имеет определенную этику, культуру, там, гигиену, так сказать, да, мы вот руки моем, да, нас же кто-то научил это делать. Вот точно так же мы должны от желтых новостей воспитывать, обходить их, просто их обходить. И нормальный человек, в систему его воспитания должно входить то, что он избегает этих вещей.